Аккуратно на мысочках Лиза делает свои неуверенные шаги по комнате. Маленькие ножки плохо слушаются. Рядом самые близкие. Сейчас Лизе 8. В развитии она значительно отстаёт от своих сверстников. Но мама и крёстная надеются на лучшее. Диагноз гидроцефалия врачи поставили Лизе в 3 месяца. Главной мозг девочки стремительно начал расти из-за скопления в нём жидкости. Провели несколько операций и шунтирования. Слали с ней в больницу. У неё в сутки заходило до 3 литров банка. Очень много воды выходило. И вот головка перестановилась расти. С того момента, как сделали, голова перестала расти. Потребуется ли ещё операция, покажет время. Девочке нужно подрасти. А сейчас ей необходим каждодневный массаж, лечебная физкультура и занятия с дефектологом. Занятия очень дорогие. Мы делали с вами курс массажа, нанимали, но всё равно этого очень мало. Сколько стоит курс массажа? Полторы тысячи. Один? Один. А сколько нужно? Ей вообще надо в течение полугода. Просто каждый божий день делать. Вот так, каждый день, все вместе они собираются на прогулку. Это стало возможно благодаря специальной коляске. Но и её уже давно пора заменить на новую. Сейчас она деформируется от того, что мы дерёмся, бракаемся, нам же надо двигаться. Ну, а так всё. Ступенька за ступенькой они преодолевают препятствия и борются с болезнью. Ирине во всём помогают родители и поддерживает старшая дочь Вика. Получается, все 8 лет я нахожусь по уходу за ребёнком, не работаю. Очень тяжело. Ещё раз повторюсь, мне очень помогает моя мама, потому что какие-то личные... Ну, как там, сходить в поликлинику, ещё что-то. Оставить её не с кем, из-за этого как бы, ну, бабушка постоянно у нас такая нянечка прям наша, спасительница. Мне кажется, нет больных детей, есть дети особенные. Когда она начала переворачиваться и кружиться по своей кровати, это вообще как бы для всех радость. Врачи говорят, что всё будет хорошо. То есть, если изначально, когда нам только поставили диагноз, нам говорили, что такие дети не живут, ну, как бы долго, ну, всё хорошо. Мы живём, мы радуемся жизни, мы активны, у нас всё очень хорошо в этом смысле. Мы надеемся, будем ходить, бегать. На свежем воздухе Лизонька успокаивается и любит вздремнуть. Погода хорошая, а значит, сегодня её не мучают головные боли. Сейчас важно не упустить момент и ежедневно проводить процедуры девочки. И, возможно, в скором времени маленькие хрупкие ножки самостоятельно будут ходить по этой детской площадке. Это главная мечта мамы. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.